Хука Плейс Хука Плейс Ломают здания И собственно здесь все вот так вот Перекопано А это наш ЦУМ местный Там раньше Продавали серые Телефоны, просто тонны бутиков И тонны телефонов, которые Можно было купить по очень дешевым ценам То есть Когда в России еще не было нового Айфона, то здесь его можно уже Было купить за пиздец какие суммы Но купить можно было, потому что ребята Очень быстренько Приезжали, покупали И привозили сюда серые айфоны И собственно вон то здание Видите Это новая Хука, это Арбат Это пиздец, ребята, это не Арбат Это колхозный Арбат На данный момент он выглядит так И вон то здание, и вон те верхние окна Панорамные Это уже Хука Плейс И сейчас мы зайдем и посмотрим Собственно что из него сделал Максим Кстати Максим он занимается Танжом в Казахстане Поэтому здесь Наверное самый большой ассортимент Танжа в Казахстане Вот так вот Мы там видим уже люди машут Ну вот собственно это Хука Плейс Шоп энд лаунж Согласитесь пиздато выглядит, да? Ну посмотрим какие там пиздатые кальяны И насколько там пиздатые Хука открылась совсем недавно Собственно вот такая здесь табличка И мы заходим сюда Вон там кухня А вот собственно он здесь спит Сейчас спишь? Здорово Здорово Это кухня Привет Теперь пойдемте смотреть что там у нас наверху Как дела у тебя? Ничего Это Максим новый владелец Хука Плейса в Алмате Который вложил сюда Можно сказать всю свою душу И бабки кстати И бабки тоже Собственно теперь Хука выглядит вот так Здравствуйте Собственно Вот так Это бар И есть кальянный бар То есть где работают О Здорово Как дела? Что у нас здесь есть? Парк Реально пиздато Если сейчас мы все пройдемся Софт смок Кая Вуки Десяж Джинни Хука 3 Мамайчики Десяж 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 Софт смок Мамай Так так Мамай Ну и, собственно, выглядит это довольно круто и хука довольно крутая Нам говорили, что здесь крутые стейки Офигенные стейки, 500 грамм 500 грамм стейки Сейчас мы попробуем, сядем и я у тебя пару вопросиков задам Все, погнали дальше Заказали и здесь вот такое вот печевное меню Ну на данный момент, как бы еще вроде говорят не сделали Потому что ребята открылись меньше недели назад После переезда с другого оконченного помещения Вот такое вот охуенное Давайте посмотрим по ценам Кальян стандарт 4 тысячи тенге Ну 3 990 4 тысячи тенге для Алматы это очень дешево То есть заказывая 2 кальяна сразу ты получишь всего 6 тысяч То есть за 1000 рублей у тебя 2 кальяна На стандарте премиум 1 кальян 5 тысяч 2 кальяна 8 тысяч Мне говорили, что типа Ну я с другими ребятами общался Они говорили типа в куке очень дикие дорогие цены на кальяны Типа 1 кальян 7 тысяч Блять, ребят, все пиздеж Здесь вот 2 дарксайда Можно за 8 тысяч поменять Ой, покурить Также если ты хочешь потом заказать 3 кальян То он выйдет всего в 3 тысячи тенге Как будто замена как бы И каждая последующая чашка А если стандарт, то это вообще 2 тысячи Это 400 рублей за кальян выходит Здесь очень крутые стейки Кстати, очень дешево 500 грамм стейк и 4 тысячи тенге Это 400 рублей А, нет 700 рублей 700 рублей, это вообще пиздец дешево Есть сэндвичи, есть хорошее меню кухню, вы видели Есть целый бар Также алкоголь Лимонады И всякая такая чайная пайпень здесь Есть кофе И все, собственно, остальное Ладно, мы сейчас дождемся кальяна И с Максимом побеседуем немного И позадаем ему пару каверных вопросов Мы узнаем, сколько у него здесь аренда И за сколько он перекупил франшизу Хука Плейса Ну, если он не скажет, конечно Мы уже, собственно, сидим с Максимом И сейчас мы ему зададим пару вопросиков Макс, сколько здесь аренда этого всего помещения? Мне дико интересно на Арбате Мы же в Казахстане Здесь у нас валюта другая, тенге 3 миллиона тенге 3 миллиона тенге это в районе 750 тысяч рублей Нормально На Арбате Ну, если бы мы дождались ремонта Арбата У нас тут идет ремонт на Арбате Если бы мы дождались ремонта, то было бы еще дороже Ну, да Понятно, тяжело было помещение довоевать это Или оно было свободное? Ну, вообще 2 месяца искали помещение Еле как нашли Все пересмотрели от Черновухи От плохих районов до хороших От бизнес-центров там до, грубо говоря, до базаров Еле как нашли Вот, теперь все заехали Вместе с делами время В принципе, много не делали Здесь было все после Бургер Кинга, да? Да Осталось лишь только внести свои корректировки Да, но мы полностью переделали стены Делали рисунок в стиле Стопоинт Да И пол, потолок не меняли Но, в основном, все Надо это Армстронг разбирать Ну, мы заглушим свет Если будет, потолок не будет так виден вообще Ну, да Еще вопрос А... На сколько я перекупил франшизу в Почте? В принципе, не дорого Не дорого? Не дорого, абсолютно Я думаю, чего-то здесь не хватает Потом понял, что вывеска не горит Пока плейса Вывеска пока не горит, да Тут еще... У нас месяц еще идет технический режим Ага Поэтому мы... Как только технический режим не закончится У нас будет все готово Естественно, вывеска будет готова Антон приедет? Да, должен приедет Приехать должен Ну, предварительно договорились, в принципе Но это не будет Отлично И еще вопрос Почему ты решил купить именно Хука Плейса? Ну, на мой взгляд, это самое сильное имя в кальянных То есть, три имена вообще за кальянных Поэтому, когда подвернулась такая возможность Мы сразу не убедились Он... Костя быстро согласился продать? Вкусно Вкусно А то дела как шли у Хука Плейса? Ну, получается, КП переезжал уже три раза Да Ну, это первое, короче, на второе, третье Вот, третье... На первых круг было все окей На третьем... Не столкнулся с проблемой испорченного имени Потому что, я тебе сразу скажу Потому что я когда прилетел... Ко мне много кто прилетал с Алматы в Москву И все очень плохо отзывались о том Хука Плейсе И говорили, что народу вообще нет Ты сталкивался с тем, что у людей до сих пор еще осталась такая вещь, как... Ну, Хука до сих пор не могут понять, что новый директор, новый хозяин, новое... Собственно, все новое Ну, в целом, отзывы, которые мы получаем от гостей, которые раньше входили в Хуку Они только положительные Ну да, ну да Естественно Конечно, это в десять раз больше вообще Да, и здесь окна банорамные, и это арбал Поэтому столкнулся с тем, когда мы искали помещение еще в будущем старой Хуке С недостаточным количеством гостей, да, с этим столкнулся Но с тем, что, допустим, испорченного имени нет, по-моему, спорту Кстати, еще, Максим является одним из самых крупных поставщиков танжи в Казахстане, думаю А кому интересно, я оставлю на него ссылку, как бы, по танжам Сколько у тебя вкусов танжи здесь? Около семидесяти Семидесяти, почти все есть Ну, есть вкусы, которых нет, но мы набираем постоянно Ассортимент в Хуку, мы когда заехали в Хуку, было тридцать Вот прошло три месяца осталось здесь Но в любом случае, это самый большой сортимент в Казахстане Ну да, самый большой сортимент в Казахстане, я это уже говорил Понятно, что у тебя еще спросить такого интересного, каверзного Костя в бой все заходил? Да, заходит Заходит, что говорит? Нет, в отличном отношении Что говорит? Ну, я думаю, ему нравится, особо он немногословен Ну да Такой не совсем эмоциональный человек Да А в целом, да, все окей С какими подводными камнями вообще кальянная индустрия в Казахстане сталкивается? Если, допустим, в России сейчас выпускают разные законы, которые прям хотят, чтобы они работали на отлично, то что делают в Казахстане? В Казахстане есть запрет главного сортиментального врача А запрет кальяна в общественных местах Но в целом этот запрет никак не работает Поэтому пока закона нет, мы работаем свободно А то, что кальяны общепитые или у вас два этажа раздельные? У нас два этажа раздельные А, то есть они по-разному этому идут, да? В ходу или как? Нет А, все одно, да? Все одно Ну все, ребят, это Хука, она шикарная Будет время, будете в Алма-Ате, залетайте Обязательно залетайте Все, мы будем курить сейчас кальяну У нас здесь Вука, Мамай, у Даши полегче, у нас потяжелее, она сидит и кушает И мы сейчас подождем стейки, потому что Кайфуха подъехала Это 500 граммовые стейки И просто посмотрите на этот шедевр Это просто нереально огромный стейк И стоит он всего здесь 4 тысячи тенге 3 990 тенге Это дико дешево просто И еще ты говоришь, что он будет еще больше Да, будет еще больше И порции у всех одинаковые Можете не думать, что мы вот Давис Даши сделаем так Они стандартные А рекламные Рекламные марки Все дела Покрасивее, повкуснее У меня многое такое было, знаешь Мне пишут, что ты был в той кальянной Я говорю, ну да, был Вроде нормально курят Я сразу говорю, только ты Запомни, мне всегда по-другому все делают У меня и кальяны дымнее и вкуснее И все остальное Я говорю, поэтому У моего Субъективного мнения Будет недостаточно Чтобы ты понял про эту кальяну Может Мне реально сделали все это интересно Вкусно Как положено А вот ты придешь У тебя хуй забьют просто И как бы все на этом А поэтому стейки огонь Сейчас мы попробуем Его все съедим И я вам скажу Это было круто или не круто Но я вижу уже, что будет очень круто Картошечка по-деревенски Цезарь был пиздат И это не тот цезарь, который мы ели в Москве Где мы начали ругаться с администратором Их не цезарь Прикинь, короче Цезарь стоит 390 рублей Снизу две надписи Типа два вида цезаря С курицей плюс еще 200 рублей И с креветками плюс еще 300 рублей Соответственно мы начали подумать, что можно заказать цезарь То есть у них есть возможность За 390 рублей За 2 тысячи тенге цезарь без курицы, без креветок тебе вынести Ну это, короче, хочется салат получается И сухари, да? Да, и сухари, да А хочешь типа с курочкой Оплачивай еще пол, там сколько Тысячи тенге Пиздос, да, вот так вот Ей там такое дерьмо сделали Даш, как стей? Вкусно? Не зря голодовала Не зря Оп, лимонадик подъехал Ну вот это хука-плей с Алма-Ата И я думаю, когда починят этот ебаный арбат Будет здесь охуенно Потому что мебель здесь без даты Бар, алкашка, кофе Кальянный парк Все, что нужно есть Ну и вид крутой, если сидеть Просто чили, знаешь, да Круто Это хука-плей с Алма-Ата Я думал, она уже никогда такой не станет Хорошей именно Чтобы она могла конкурировать с другими хуками Выйти на какой-то новый уровень Ну, наверное, скорее всего это связано с тем, что Как говорится, кто в чиха на руках Ну, конечно, любой бизнес так Да Потому что люди с хорошими руками умудряются Попадать в книгу рекордов Гиннеса Продавая сладька шаурме Это Нижний Новгород Я там Так и не попробовал шаурму Она в книге рекордов Гиннеса Как самая длинная очередь Респект Пацанам из Крижного Нижнего Новгорода Вот, ларек Там Тоже самое Она так же известна, как в Ратанашина Толиби Фурма Когда-то была Сейчас там непонятно, что сделали Но все равно там Они отжали смоук лаунчный трамп, кстати Да Доверка Вот так вот Ладно Продолжаем Смотреть, что есть новое в этой хуке И потом Клипку не доело ли еще? Это еще Здесь еще очень крутая випка На 15 человек На 15 человек Там будут караоке Проститутки И шест И блэк джек Ну все, давайте смотреть дальше Я пошел кушать Попробую и вам расскажу Раньше как было? В кальянной И все были реально против еды Типа это не тру Еда это не тру в кальянной А сейчас наоборот Люди понимают, что Только на еде можно И на баре алкогольном Ставить хорошие средние счета Поэтому вот так вот Это Хука Плей с Алма-Ата Я думаю тебе будет интересно По это посмотреть Так что Ставь лайки Пиши комментарии И обязательно заходи в эту кальянную Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!